Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. После окончания конкурса «Любовь года» на Доме-2 стартовала школа актёрского мастерства. Участники публикуют фотографии со съёмок. На проект пришли новенькие участники. Семёну 24 года, он из Томска, пришёл к Мэри Кулешовой. Он занимается пляжным бодибилдингом. Семён уже подрался с Ромой Гриценко из-за того, что назвал Лизу Триандафелиди легкодоступной девушкой. Новенькому Игорю из Екатеринбурга 23 года, он профессиональный футболист и пришёл к Дарине Маркиной. Маргарита из Питера, которой 22 года, получает высшее образование и принимает участие в конкурсах красоты. Девушка пришла к Дмитрию Талыбову. Анастасии 20 лет, она из Москвы, пришла к Владу Кадони. В сети потешаются над её перекроенной внешностью. В недавнем эфире показали ссору между Романом Гриценко и Лизой Триандафелиди. Лиза неплохо погуляла в ночном клубе и обратно в периметр вернулась почти под утро, изрядно на веселье. Гриценко отказался спать с ней вместе и силком вышвырнул девушку на общий диван. Лиза была только в нижнем белье, причём трусы были одеты наизнанку. Алиса Литинская простила Виталию Малышеву поцелуя в аэропорту с другой девушкой. Ребята снова вместе. Егор Халявин, которому в ближайшее время предстоит более 10 пластических операций, написал завещание. Всё своё состояние он завещает сестре. А именно автомобиль стоимостью 3,5 миллиона, трёхкомнатную квартиру, которая стоит 40 миллионов рублей, и загородный дом стоимостью 60 миллионов рублей. Сергей Сичкар получил заманчивое предложение от Дома-2. Он выложил в сеть аудиозапись сообщения, которые оставила для него Надежда Ермакова. Она предложила ему принять участие в новом проекте «Дикий остров». Это супер-игра, в которой примут участие только топовые старички. Приз – миллион рублей и возможность вернуться на проект. Валера Блеменкранц публикует фотографии дочки, сделанные на прогулке. Ольга Бузова появилась в передаче сегодня вечером на Первом канале с участием Дмитрия Нагиева. «Мы ответили на все вопросы», – пишет она. «И, кстати, я спела песню в этой программе для Димы». Костя Иванов устроил очередной прямой эфир для своих фанатов. Он признался, что их отношения с Сашей и Гозиас близки к завершению. Его часто раздражают её высказывания. Иногда он поднимает на девушку руку. И Гозиас говорит, что его уже не любит. В очередной раз Костя рассказал и о причинах ухода с проекта. Это была инициатива Саши. Ей не понравилось решение руководства взять под контроль Инстаграмы, потому что её доход от рекламы в блоге превышал проектную зарплату. Костя же с удовольствием бы остался на Доме-2, его всё устраивало. Кстати, кафе, которое он недавно открывал, уже закрылось. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.